Девочки, всем большой привет! Я рада видеть вас на своем канале. Ну, во-первых, конечно же, хочу вас поздравить с Новым годом и с наступающими праздниками. Надеюсь, что вы хорошо отпраздновали эту волшебную ночь. И теперь с новыми силами, идеями, мечтами и желаниями готовы начать новый 2016 год. А в этом видео я хочу поделиться с вами своими покупками, своим заказом по каталогу Фаберли, который я делала перед Новым годом для себя и своих близких. Себя я решила заказать такую вот водичку Шарман. Хочу сказать, что по дизайну она похожа на кокет. И также ароматы немного схожи. Тут присутствуют ноты розы, но кокет более такая, знаете, свежая, подойдет на весну, на лето. А вот эта вот Шарман, она идеально, мне кажется, подойдет для зимы. Аромат не тяжелый, но он такой мягкий, теплый, как раз вот будет согревать в зимнюю стужу. Тут ноты розы переплетаются с такими вот вкусными цветочными и фруктовыми нотами. Водичка шла в такой вот коробочке. Если хотите кому-то заказать на праздники, на подарочек, думаю, будет просто отлично. Еще я решила заказать две такие вот новогодние тарелочки из зимней коллекции снегири. Размер первой 30 см, а вот этой вот, которая поменьше 20 см. Хочу сказать, что на самом деле вот эта вот тарелочка со снегирями оказалась намного больше, чем я предполагала. И мне кажется, что чаще, конечно, я буду пользоваться такой вот маленькой, с веточкой рябины. Качество мне понравилось, мне очень понравился рисунок. Вот эти вот снегири, ну просто замечательные, дарят новогоднее настроение. Также понравилась мне вот эта вот тарелка. Еще из этой серии там присутствует очень много различных товаров. Допустим, у меня есть еще шестяная баночка, сахарница еще есть в каталоге. Также я смотрела на чашку с блюдцем, не помню, с блюдцем она была или нет, но чашечка мне тоже очень понравилась. Может быть, в следующий раз даже ее закажу. Из косметических новинок, во внимание, привлекла такая вот многоцветная пудра для лица, торжество цвета. Внутри тут есть хорошее, такое удобное большое зеркало. Сейчас его прикрою и буду показывать вам саму пудру. Пудра состоит из пяти оттенков. Первый белый, он будет служить в качестве хайлатора, довольно-таки шиммерный, блестящий оттенок. Вот этот вот соседний, также шиммерный. А вот эти вот два светло-бежевый и нежно-розовый, они матовые. Так вот выглядят, без блеска. И вот этот вот оттеночек очень темный. Вот так вот он выглядит. Хочу сказать, что в каталоге очень такое интересное описание каждого оттенка, даже написана инструкция, как именно их нужно применять. А с помощью этой пудры можно подчеркнуть достоинство лица и скрыть какие-то несовершенства, если, конечно, знать, как правильно наносить все вот эти вот оттенки. Ну, в принципе, ей можно пользоваться, как и обычной пудрой, вот этим вот тем более двумя оттенками. Они прекрасно будут матировать лицо. В общем, если вам интересно, ссылочку на каталог я оставляю внизу под видео, можете перейти посмотреть. Еще хочу вам показать три новиночки, которые появились в каталоге. Это такая вот ванильная серия Beauty Cafe. Мне очень нравится аромат ванили в косметике. И именно у этого геля для душа аромат, знаете, не такой вот приторной ванили, он как бы ванильно-конфетный, очень приятный аромат. Это именно крем-гель для душа. Я просто обожаю крем-гель, потому что он не сушит кожу, в отличие от обычного геля, очень хорошо ее увлажняет. И кожа после крем-геля не требует какого-то дополнительного ухода. Также из этой серии я заказала такую вот ванночку для маникюра. В инструкции тут указано, что на 200 мл воды, сейчас посмотрим, да, на 200 мл теплой воды нужно добавить 4-5 капель средства. Но это средство идет в виде крема, и поэтому как-то, знаете, вот отсчитать капли, я думаю, не получится. Вот видите, смотрите, вот такой вот обычный крем. То есть оно не жидкое. И я думаю, что тут нужно не по каплям, а, наверное, на 200 мл воды где-то нужно добавлять, к примеру, 1 чайную ложку. Потом создастся очень такая большая пена, как тут указано. Да, легкая пена создастся. Нужно опустить руки, подержать 5-10 минут. Еще его не тестировала. Будет очень интересно попробовать. Еще для себя я решила заказать такой вот крем, называется кислородный решейпинг. У меня из этой серии есть 2 прекрасных крема, дневной и ночной. Называется только они кислородное питание, я ими активно пользуюсь, меня не устраивают. Я, по совету сестры, решила попробовать такую вот новинку. Значит, на что направлен этот крем? Значит, он сохранит здоровье кожи, поможет поддержать овал лица во время диеты, препятствует потере кожи, кожи объема и тонуса, действует против провисания, деформации кожи, делает кожу более упругой, а контур лица более четким. То есть, этот крем, я так понимаю, немного будет подтягивать овал лица, ну, вот что-то типа такого. И поэтому я решила его попробовать. Хочу сказать, что консистенция у него самая обычная, как у любого крема, но впитывается он достаточно быстро. Где-то за полминуты он полностью впитывается. Как тут написано, он подойдет для всех типов кожи. И поэтому мне кажется, что вот если у вас очень сухая кожа, есть какие-то шелушения, то, конечно, вам лучше, наверное, вместе с этим в комбинации пользоваться каким-то кремом вот именно для сухой кожи. Потому что он, я думаю, не будет достаточно увлажнять вот слишком сухую кожу. Так что имейте это в виду. А так, крем довольно-таки неплохой. Буду его тестировать. И потом через несколько месяцев скажу уже свой отзыв, свои рекомендации, стоит ли его покупать или нет. Еще я решила заказать для себя такой вот шампунь для светлых и блондированных волос. Дело в том, что я недавно осветлила волосы. И поэтому этот шампунь мне нужен для того, чтобы нейтрализовать желтизну, чтобы поддерживать цвет волос. Этот шампунь у меня некоторое время назад уже был. В принципе, он мне понравился, поэтому я решила его заказать еще и во второй раз. И также я заказала такое вот средство. Это два в одном. Шампунь и гель для душа для мужчин. Мне очень понравилось это средство тем, что оно парфюмированное. То есть есть и парфюмированная вода с таким же запахом. Аромат этого средства довольно-таки интересный, очень свежий и цитрусовый. Думаю, что ваши мужчинам понравятся. Ну и как же без средств для кухни? Я заказала свои два любимые мыла. Мне наиболее из всех ароматов, которые представлены в каталоге, нравится вот этот вот цитрусовый. Это аромат нового года, апельсин. Также я решила попробовать такое мыло с цветочно-пряным ароматом. На самом деле, хочу сказать, что каких-то пряных ноток я в этом мыле не услышала. Мне кажется, что тут присутствуют цитрусовые цветочные ноты. В общем, это мыло мне очень нравится, постоянно находится у меня на кухне. И я им очень часто пользуюсь. Ну вот и все. Это был весь мой заказ по каталогу Фаберлик. Такой новогодний, предновогодний. Напишите, пожалуйста, какие товары из каталога Фаберлик заказали вы на Новый год, на праздники своим родным и близким. И будет очень интересно узнать. На с вами была Юля. До встречи в новых видео. И всем пока!